Мне кажется, что все-таки это политизированное решение, потому как мы знаем, что Томас Бак сказал, что Россия может вообще не участвовать в сборной команды на Олимпиаде в связи с расследованием этой допинговой программы по поводу Олимпиады 2014 в Сочи, когда там якобы все наши спортсмены употребляли допинг, все уже в курсе этой истории, буквально практически в подробностях, как что происходило. Но тут дело в том, что сам Томас Бах сказал, что он не в курсе, как проходит расследование, проходит ли оно вообще это расследование, отстранят нашу сборную или не отстранят. Ну, то есть, мне кажется, что он так предположил таким образом, что возможно, если будет доказано, но ведь это еще нужно доказать, во-первых, потому что докажут они или не докажут, это другой вариант. Ну, а вот нервы, конечно, они нам пытаются потрепать, я так думаю, в связи с этим. Но мы знаем, что если вспомнить всю картину, как политически развивались события, то сразу, конечно, после Олимпиады, после того, как Крым стал частью России, все это началось. Начались санкции, и в плане спорта очень-очень большое давление со стороны и Олимпийского комитета в том числе было на наших спортсменов. Я так думаю, что все-таки это политизировано, и вряд ли они там что-то найдут, что-то докажут. В том числе, кстати, и запрет Мельдония, это тоже связано именно с политикой, вот и все. Многие вот эти допинг-пробы хранятся десятилетиями, поэтому два года – это очень маленький срок, и, конечно, все это можно доказать, можно взять, и можно еще быстрее все это доказать, чем уже эта история идет. Она растянулась уже на несколько дней, уже, по-моему, даже несколько недель получается. А все доказательств никаких, только все вокруг да около.